Ребята, очень рады всех видеть, на самом деле. Сегодня вторник, и это я, Валя Хохлова. Давайте я немножко представлюсь, расскажу о себе, потому что не уверена, что... Миш, привет, доброе утро. Не уверена, что слышали все. Пару слов о себе расскажу. Я из города Саратов, мне 31 год. В данный момент я нахожусь в квалификации менеджера 12%. Таня, доброе утро. Вот, я до этого, опыт моей работы, ну, скажем, до прихода в Рифоем, я работала менеджером в ресторане «Макдоналдс». Ездила по командировкам периодически, была в таких городах, как Пенза, Ульяновск, Саратов. Вот, вот, до того, как я работала в «Макдоналдсе», я работала в компании МТС. От простого работника дошла до управляющего офиса. У меня были офисы в Саратове, в Энгельсе. Я занималась открытием, такой стартапщик был. Открывала офисы, развивала их, доводила до определенного уровня. Вот, но после того, как со мной случился декрет, я поняла, что у меня есть определенные цели. Этих целей я не достигаю в будущей наемной работе. Решение о том, чтобы сменить работу, зрело еще в тот момент, пока я находилась в декрете. Но возможности у меня такой не было, потому что не было финансовой поддержки. Вот. Как только в будущем декрете я пробовала другие виды деятельности, работала риэлтором. Мой результат – это через два месяца работы в риэлторстве я подала две квартиры. Но благополучно оттуда также ушла, потому что у меня не было возможности получать деньги нерегулярно. Это для меня был очень сильный стресс на тот момент. Соне было там порядка двух с половиной-трех лет в то время. И я приняла решение возвращаться обратно в Макдональдс. Я вернулась, отработала где-то полтора года. И потом, когда я поняла, что у меня есть возможность уйти вообще оттуда, больше не возвращаться на наемную работу, и туда, в частности, я приняла решение о том, что нужно стартовать и менять свою жизнь кардинально, потому что тот образ жизни, который есть на наемной работе, на данный момент не устраивает меня. И мне хочется следовать собственным целям, желаниям и мечтам, а не исполнять желания начальника. Мне хочется вставать рано утром для того, чтобы... Кристин, доброе утро! Для того, чтобы просыпаться, идти на работу, на нелюбимую, тем более, на тот момент. Я благодарна всем своим работам за то, что они давали мне определенный опыт. Благодаря Макдональдсу, благодаря МТС у меня есть достаточно большой круг, теплый. Собственно говоря, с этим кругом сейчас работаем. И это дает мне возможность строить здесь то, что строится. Да, конечно, большое спасибо команде, потому что она, конечно же, помогает. Недавно еще... Немножко так слов отступления. Недавно еще мне позвонили с Воронежского филиала. Правильно я говорю? И попросили провести в следующий понедельник семинар для ребят, которые проходят квалификацию на Хорватию. Вот, рассказать о себе минут 10. И о том, как мы работаем, и как мы движемся к целям. Потому что как-то вот так получилось, что нашу команду заметили и хотят, чтобы мы поделились опытом. Вот, мне очень приятно, когда другие люди хотят услышать опыт других людей, общаться и обмениваться этим опытом. Это на самом деле очень ценно. И мне кажется, что ценно будет для всех. Вот такое небольшое лирическое отступление от меня по поводу моей жизни. Так, вкратце. Да, еще не скажу... Ну, соответственно, я была в декрете. У меня один ребенок, мне уже почти 5 лет. Ее с Олей зовут. Наверное, многие уже видели и в Инстаграме, в частности. Она у меня видененькая. Вот. Ну, хорошо. Оля, доброе утро. Давайте тогда начнем. Сегодня я хотела с вами разобрать тему контент-план в Инстаграме. Что вообще такое контент-план? Как вы понимаете? Давайте общаться. Напишите в чате ваши мысли на этот счет. Что такое контент-план в Инстаграме? Как вы считаете? График размещения и тема постов. План постов. Да, то есть если у нас будет определенный план того, чем мы будем развлекать нашу целевую аудиторию, чем мы с ней будем заниматься, нам будет намного проще. И вот эта вот горячка, которая обычно бывает с прокачкой до 10-15 минут, выкладывать резко, быстро пост с собой какой-то темой или что-нибудь на скорую руку, вот этот вот напряг, он будет очень сильно пропадать. Тогда, когда мы будем работать именно в контент-план. Поэтому предлагаю сегодня разобрать эту тему более подробно. Итак, виды постов для контент-плана, они перед вами. Для нас актуальны вот эти вот варианты. Продающий, вовлекающий или развлекательный, обучающий или информационный. Три вида постов. Далее мы будем каждый из этих видов постов разбирать более подробно. и посмотрим, какие конкретные темы можно в этих постах раскрывать. Важно, чтобы сочетание этих тем было на правильном уровне. Я имею в виду, например, о каком-то процентном сочетании. Допустим, не может быть такого, что у вас обучающих информационных постов, например, 90% и по 5% продающих и увлекающих. Примерно они одинаково должны распределяться и равномерно. И не подряд идти, а, например, с каким-то разрывом. То есть, например, в один день мы пишем продающий пост, в следующий день мы занимаемся развлечением людей, потом обучаем и снова, например, продающий. Очень интересный и важный момент – это распределение этих постов по дням недели. Например, в выходные, я думаю, вы понимаете, было бы актуально развлекать людей и вовлекать. Потому что люди в выходные отдыхают, вряд ли они бы в выходные хотели заниматься тем, что будут читать ваши посты о том, каким бизнесом вы занимаетесь и какой товар продвигаете. Продукт. Конечно, успела. Все успели. Конечно. И какой товар вы продвигаете. Соответственно, если вы будете учитывать потребности вашей целевой аудитории в каждый конкретный день недели, то эффективность вашего аккаунта, она быстро увеличивается. И поэтому планируйте. Удобно, например, садиться в конце недели и распланировать свой контент-план на ближайшую неделю. Когда у вас будет один пост, когда другой, когда третий. Для новенького аккаунта, для людей, которые только что пришли в наш бизнес, или у людей, у которых количество подписчиков на странице меньше тысячи, актуально порядка двух-трех продающих постов в неделю. Но опять же, смотрите по реакции вашей целевой аудитории. Здесь все в любом случае. Ребят, с одной стороны есть схема определенных действий, а с другой стороны есть индивидуальный подход и голова, да, на плечах которая. То есть, если вы видите, что ваша целевая аудитория пока не готова, или еще какие-то другие моменты, что препятствуют увеличивать количество ваших продающих постов, ну, значит, придумайте для себя свой вариант и свое количество. Обязательно обращайте внимание, в какое конкретно время активна ваша целевая аудитория. Если это утро, смысл выставлять посты днем? Нет. Если ваша целевая аудитория активна утром, значит, и ставьте на прокачку посты утром. Все ли знают, ребят, как смотреть, когда активна ваша целевая аудитория? Давайте, кто знает, как смотреть активность целевой аудитории, поставьте плюсики, кто не знает, поставьте минусы. Все поняла. Все поняла, хорошо. Вообще, ребят, я поняла, что мы, наверное, на следующей неделе проведем прям такой, знаете, инстаграм для новичков, разберем азы. Прямо вот конкретно с чего начать. Потому что я так получается, что каждый семинар мне какую-то отдельную тему провожу. Я думаю, что на следующий семинар мы обязательно тему общую такую сделаем, скомпонуем. Нам с Лилей ночью пришла, да, Лиля? Такой. Тема семинара пришла ночью. Мы скомпонуем необходимые вопросы, которые нужно будет осветить, да. И сделаем такой прямо классный, я думаю, семинар для... Отлично. Ну, это на самом деле, я считаю, моя ошибка, не думаю, как бы такая, потому что я немножко не учла целевую аудиторию в данном случае. Вот, ребят, исправлюсь. Все сделаем и объясню. Да, давайте пока вернемся, напомните мне, о чем я говорила. Маша меня спросила по поводу статистики. Да, статистики, отлично. Значит, ребят, есть ли у вас бизнес-аккаунт? У всех бизнес-аккаунтов? Сейчас я открою свой инстаграм, если будет видно. Мы сейчас прямо укрим такую импровизацию небольшую. Сюда направляем, вот сюда. Видно, да? Вот, вот это мой инстаграм, шапка сверху, вот этот, так сейчас, вот этот значок, который сверху, да, с полосочками. Сейчас здесь помню. Вот этот значок сверху с полосочками, вот, виден? А это есть статистика. Вот этот значок с полосочками, это статистика. Вот этот. Вы нажимаете на него, на статистику. Мы доходим с вами до графы. До графы еще. И здесь, внимание, вот здесь внизу, поднял. У меня что-то с ориентацией проблем, да? Поднял конкретно, видите, столбики. Вот эта активность, активность целевой аудитории вашей по конкретному времени, по конкретному дню. По конкретному времени, по конкретному дню активность. И по этой активности из статистики бизнеса, видите, когда активна ваша целевая аудитория. Вот у меня, я сейчас смотрю, время указано московское, мне недавно подсказали, время указано московское. Значит, моя целевая аудитория очень сильно активна именно вечером, поэтому свои посты я размещаю в 20.50 по Саратову. Но, ребят, ничего в этом мире нет постоянного. И если вы регулярно будете снимать, брать срез с вашей статистики, то вы будете понимать, что она меняется, реально меняется. Она зависит от сезонности, лета, это, другое какое-то время года. Она зависит от, не знаю, от чего, от настроения человека, да. Она зависит от вашей возрастной категории, от возрастной категории вашей целевой аудитории, фактически, да, получается. И она может меняться, поэтому смотрите регулярно статистику вашу, и вы будете понимать, когда вам удобно прокачивать свои посты. И напоминаю еще разок, что... Ага, покажи еще раз, куда нажимать, конечно, сейчас. Итак, ребят, заходим в Инстаграм, блин, вот так, заходим в Инстаграм. Нажимаем в, получается, правом верхнем углу. Вот этот значок. Это значок «Статистика». Окей? «Статистика». Нажали. Нажали. «Статистика». Опускаемся вниз. У вас выходит вот такая вот картинка. Опускаемся вниз. Нажимаем на кнопочку «Еще». 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 «Еще» в разделе «Подписчики». И уже вот здесь опускаемся вниз и доходим до вашей целевой аудитории, до ее активности. Там написано «Подписчики». Да, Маша, я сейчас немножко ниже спустилась. Все, ребят, больше на это время тратить не будем. Кому интересно, разберетесь. Здесь нет ничего сложного на самом деле. Если будут вопросы, обязательно задавайте их в личку. Маша, ты большая молодец. Вот. Эта статистика поможет вам держать в тонусе всех. Всю целевую аудиторию держать в тонусе. И закидывать им посты именно тогда, когда они активны. Вот. Так что удачи и вперед. Значит, смотрим статистику. Это к разговору о том, какое время размещать ваши посты. Обязательно добавляйтесь, желающие развивать свои инстаграмы, обязательно добавляемся в прокачку Яны Бельской. Она сейчас очень актуальна. Эта прокачка там порядка 300 с лишним уже человек. Это на самом деле очень хороший охват, потому что, как показывает практика, от количества людей примерно 10% участвуют в каждой прокачке. То есть там есть, допустим, 300 с небольшим человек, где-то по 25-30 постов есть каждое время. С утра, днем и вечером. Это на самом деле очень клево. Представьте, если 30 человек в течение первых 10 минут после размещения вашего поста начинают вас качать. Очень часто у меня случается так, что мои посты выходят в процент 90-95 о популярности, именно исходя из моей статистики, моих постов. А это значит, что прокачка ведется качественно. Ребята там прямо настроены реально на качество. Все лайкают, комментируют и делают сохранение. Это увеличивает вовлеченность в ваш аккаунт, и ваш аккаунт повышается в топе. Немножко еще одно отвлечение по поводу сториз. Ребят, обязательно сейчас делайте сториз, это просто бомба. Инстаграмы это сейчас очень модно. В сториз сейчас очень много всяких фишек появляется регулярно. Одна из последних – это социальные опросы. Я видела у Ксю Пархоменко, она уже использовала опрос. Наташа Варгина, большие молодцы. Да, я сама не размещала еще пока опрос, но, ребят, вообще, в принципе, использование сториз как инструмента. Обращайте внимание, в сториз люди просматривали. Пустим, я пост разместила, у меня порядка на 1500 примерно подписчиков, у меня порядка 90-100 лайков на каждый пост. А просмотр сториз у меня по 110-120. О чем я понимаю, что люди часто смотрят сториз? Потому что сейчас современная тенденция – это именно живость, живое и обыденное по большому. То есть вот эти фотографии красивые, такие все наделанные, сделанные в фотошопе и отфотканные в студии, они немножко отходят на второй план, и на первый план выходит живость и обычная повседневная жизнь человека. Людям очень интересно смотреть, в чем живет обычный человек. Точнее, не обычный человек, а в чем обычно живет человек. Его обычные перемещения и действия. И именно поэтому в сториз коротенькие ролики, не обязательно даже укладываться в максимум 30 секунд, то, что дает возможности Инстаграма в сториз, можно делать их намного короче. И инструментов, на самом деле, в сториз достаточно много, сейчас мы их разбирать не будем, но вообще, в принципе, вот эта вот фишка как в сториз, если вы ее возьмете себе на заметку и начнете развивать, там выкладывая периодические посты, вы обратите внимание, что количество вашего органического тракта увеличится просто. Возвращаясь к теме о виде постов, хотелось бы сказать о том, что очень важна здесь искренность и актуальность. Честно, в один прекрасный момент, когда я начала проходить школу копирайтинга у Яны Бельской и смотреть, изучать информацию в интернете, я наткнулась на то, что мои посты в определенный момент стали какими-то шаблонными, я начала писать все по плану, все строго. Да, Маш, у вас постоянно нужно с чем-то налаживать отношения, или с кем-то. Я сама себя ламлю на том, что периодически сложно вводить что-то новое, но это необходимо, если мы приняли решение развиваться здесь и в этом направлении. И я поняла, что вот эта вот какая-то шаблонность, она в определенный момент просто привела к тому, что мне начали звонить мои знакомые, просто говорить о том, что, Валь, что-то как-то пловато в твоем инстаграме. Вот, поэтому я сейчас тоже экспериментирую, отхожу от шаблонов, пытаюсь найти именно себя. Не кого-то там или не того, кого бы хотели видеть другие, а именно себя. И это на самом деле очень правильная штука, она приведет вас в правильном направлении. Вот эта честность по отношению к себе и фактически в дальнейшем по отношению к другим людям. Поэтому искренность и актуальность – это тренды постов. Давайте движемся дальше, и перед вами примеры развлекательного контента. Может возникнуть вопрос, что такое развлекательное, чем развлекать. Сегодня с утра я кинула темы по 150 штук. Посмотрите, пожалуйста, это то, чем можно, соответственно, развлекать. А сейчас мы поговорим про развлекательный контент непосредственно. Здесь можно что делать? Опросы, спросить мнение подписчиков. И вот как раз, например, в сториз сейчас та штука, которая появилась, это опрос, она как раз вот здесь очень актуальна будет. Рассказать какие-то новости, разные списки фильмов, ваших любимых программ, передач, книг. Все это здесь. Юмор приветствуется. Юмор очень хорошо разряжает на самом деле ситуацию. Вот это снимает серьезность, и человек расслабляется. Это очень помогает. Он, возможность посмеяться над ситуацией, посмотреть на нее со стороны, она очень хорошо помогает наладить отношения с вашей целевой аудиторией в частности. Конкурсы, гивы, интересные истории из вашей жизни, мотивации, цитаты, возможно, да, поздравления с праздниками. Очень много разных праздников. Вы можете выбрать какую-то свою линию праздников и регулярно поздравлять с этими праздниками ваших людей. И истории от подписчиков-покупателей, да. Следующие примеры информационного контента. Что туда? Инструкции, лайфхаки, обучающие материалы, советы, обзоры, гостевые посты и примеры из личного опыта. Так называемые кейсы. Это то, что, ну понятно, да, все, что несет информацию, определенную полезность, это необходимо. Что дает вам информационный контент? Человек видит, что вы компетентен в каком-то вопросе. И если вы в этом вопросе компетентны, то вашу целевую аудиторию вы терять не будете. Вы будете интересны, вас будут читать, к вам будут приходить, потому что вы можете дать что-то полезное вашему человеку. Да, про целевую аудиторию сейчас речь. Поэтому вот эти примеры информационного контента обязательно используйте, как варианты. Перед вами табличка, которую составили в Excel. Обратите внимание, здесь конкретно расписано дата, время и вид контента. Какое конкретное время, какой конкретный контент вы запилите в Инстаграме. Обратите внимание, вот это краткий вариант, тот, который хотелось бы увидеть в домашнем задании. О домашнем задании мы поговорим чуть позже, но к нему постепенно подходим. Здесь же вы можете вставлять картинки, текст, хэштеги и комментарии. Видно, да, вот табличка здесь составлена. Все это будет облегчать вам задачу, и вы будете уже представлять и понимать, к чему вы идете и что вы увидите через неделю. То есть такого, знаете, как бы вид, масштабное видение своего Инстаграма. Вот примерно в таком виде и должен быть наш отчет по домашнему заданию, которое предлагаю выполнить. Это составить контент-план своего аккаунта на неделю, запланировать фото-контент на неделю, программа УНУ. Скажите, пожалуйста, кто ее себе скачал? Кто скачал программу УНУ и начал ее изучать, ребята? Оль, есть какие-то вопросы по поводу скачетной программы? Задай. Сейчас давай разберем. Программа УНУ, она подходит и для айфонов, и для андроидов. Давайте тогда так. Давайте тогда я вам покажу, что это такое, для того, чтобы вас вдохновить, и для того, чтобы вы поняли, что это реально классная штука. Программа УНУ называется, да, сейчас опять синхронизация. Значится вот так сделаем. Сейчас, секунду. Значит, смотрите, вот в этом вот месте, вот она, программа УНУ. Видно, да? Белая, четыре буквы. Всем видно? Видно? Молодцы. Хорошо. Открываем программу УНУ. Обратите внимание, вот, значит, что она из себя представляет. Просто ваш инстаграм, это дублирование вашего инстаграма. Да, вот так. Дублирование вашего инстаграма. Обратите внимание, в этой программе, в правом нижнем углу, в правом нижнем углу, вы можете увидеть те фотографии, которые уже в вашем инстаграме. Вот до этой фотографии, вот там, где я смеюсь такая, вчера с Наташкой Варгиной, кстати, ходили, фотоконтон делали. Это все те фотографии, которые уже запилены у меня в инстаграме, в моем стоят. Выше вот этой фотографии, начиная с утки, это то, что я планирую, ребят, на неделю. Вот, смотрите. То, что я планирую запилить на неделю. Вот, видно? Этих фотографий является УНУ. Что это мне дает? И здесь, как в пятнашке, можно играться в фотографии, перемещать их из одного места в другое, для того, чтобы сделать вкусный фото. Для того, чтобы вы понимали, что в ближайшее время будут смотреть ваши... Это, на самом деле, очень классная штука, для того, чтобы вы понимали, а к чему вы идете, фактически. К чему идете и к чему приведете, да, по большому счету. Вот. То есть здесь вы просто планируете ваш фотоконтент и размещаете на нужных местах. Это очень классный инструмент для того, чтобы вам заранее посмотреть, а потом не удалять фотографии. Потому что мы говорим о качестве, и хотелось бы к нему идти. Поэтому планируйте, пожалуйста, фотоконтент в УНУ и пишите отчет в чате до 12 октября, до ночи. Сейчас я не готова. И до 12 числа, до ночи, пожалуйста, размещайте ваши отчеты. Итак, еще раз. Задача составить контент-план и составить фотоконтент в той программе, о которой я вам сейчас рассказывала. Ребят, и еще пара минут. Сегодня заявлена еще была тема, откуда брать фотографии. Для кого-то актуальна эта тема? Откуда брать фотографии? Напишите в чате. Пожалуйста. Откуда брать фотографии? Актуальна тема. Есть несколько вариантов. На платье не прикидывайте, потому что так. Рассказываю, есть несколько вариантов. Вариант номер один. Сейчас, секунду, ребят. Все, не тебе прикидывай. Вариант номер один. Поступить, как мы вчера поступили с Наташей Варгиной. Наташ, дай отмашку. Поступили мы так вчера или нет? Что мы сделали? Мы пошли вчера гулять с детьми. Мы живем с Наташей вместе, рядом. Она живет в первом подъезде, я живу в третьем подъезде. Вот, в Саратове. Ксюша, привет. Доброе утро. Да, я говорю, скажи, мы вчера с тобой, какой фотоконтент наметили. Я, по крайней мере, себе на неделю вперед сделала. Так вот, ребят, в чем смысл? В том, что вы можете либо постепенно это все нащелкивать и отщелкивать, либо одним днем. Но сначала вам нужно будет определенный профицит для себя фотографий, то есть, например, в один день для себя сделать десяток классных фото. Это может быть не обязательно фотосессия, ребят. Сейчас на самом деле актуальнее и веселее вот те фотки, которые я вчера, например, разместила с эмоциями, где видно, где видно, как... Да, вчера, кстати, скинула Наташа... Короче говоря, наши фотографии пользуются популярностью, их периодически хвалит Ильяна Бельская в том числе. Так что мы в тренде. Я хочу сказать о том, что в определенный момент нужно будет отдать определенный профицит, такой запас своих, когда вы просто отщелкиваете эти фотографии и себе скапливаете. Первое такое задело определенное делаете, чтобы у вас для планирования вашего фотоконтента, для программы УЛУ уже было определенное количество. Потому что я сама часто сталкиваюсь с тем, что не хочется фотографироваться. Это не каждый день такое желание приходит. Не всегда есть настроение, не всегда есть рядом что-то интересное, когда там, не знаю, день проходит так, что ты с утра отвел ребенка в садик, в печь, что у него забрал, вот в принципе и все. А весь остальной день ты сидел за компьютером и рекрутировал, или готовил ужин. Вот в принципе и вся жизнь была. Что там, сториз записывается, я не знаю, между этими всеми делами. Поэтому можно выбрать один день, например, когда вы фотографируете на улице. Вы шли на улице и в разных ракурсах, можно даже с собой брать разные аксессуары или разную одежду с собой и делать фотографии. Мы вчера не брали никаких разных одежд, мы просто фотографировались в разных ракурсах. Это первое. Второе, делали предметные фотографии разные. Фото рук, фото ног. Я очень люблю фоткать еду. Я даже иногда ради этой темы захожу в кафешку, я очень люблю кофе и шоколад. У них классные столы и классное оформление. Поэтому регулярно на моей странице в Инстаграме вы можете увидеть фото еды из кофе и шоколада. Такая сейчас реклама была. Поэтому, особенно столики, которые стоят на улице, если мы говорим про кофе и шоколад, которые на проспекте Кирова, у них темные столы, а посуда светлая. Освещение, уличный свет хороший идет, просто солнечный. Поэтому фотки получаются классные. И, соответственно, вы можете прям немного совершенно информации почитать по поводу того, как правильно фотографировать. Я еще люблю предметные фотки делать. Сейчас не так они регулярно стали появляться на моей странице, но я еще над этим работаю. Это вязание. Я везу мягкие игрушки. Это моя отдельная тема для предметных фоток. Вы можете фотографировать, я не знаю, продукты, а их плей, если вы хотите это делать. Я не люблю, когда у меня на странице пока фотографии с рекламной продукцией. Но предметные фотки можно на разные темы совершенно размещать. Не знаю, фотографии одежды какой-то красиво разложенной на тиване. В Инстаграме очень много разных вариантов. Еще вам как бы для штуки очень интересная такая программа. Но она как бы не программа, а больше как сеть тоже. Pinterest называется. Там очень много можно взять разных идей для именно фотографирования. Потому что для фотографии, ребят, насмотренность – это очень важная составляющая. Что такое насмотренность? Это когда вы заходите на страницы, на красивые страницы, к блогерам разным, к людям, которые занимаются фотографией, которые в этом деле разбираются. Вы просто смотрите, и через зрительное восприятие потом просто у вас в памяти это откладывается, и вы просто потом, когда выйдете на улицу фотографировать, будете сами уже видеть эти фоны. Так вот, возвращаясь к теме о том, откуда брать фотографии, просто один заход делаем с утра, например. Выбираем для себя время. Делаем один заход на улицу непосредственно именно с целью фотографирования. Вы можете взять с собой мужа, можете взять с собой ребенка. Я не знаю, кто у вас там еще есть. Домашние животные, может быть. Да-да-да, Пинтерест. Написалось на несколько, 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 несколько страниц, и они очень, на самом деле, интересные. Здесь можно очень классные варианты для себя посмотреть, для фотографий. Вот. То есть то, что представлено в вашем аккаунте в шапке, вы как раз и размещаете... Да, можно взять с собой Валю. Валя любит фотографии. Сфотографировать. Валя вас на фотке. Вот. И, да, тыквы Валю. Валю тыквы. Вот. И непосредственно уже это сделать. Если вам это неудобно за один заход делать, делайте несколько заходов. Если вам удобно, совмещайте. Да, просто пошли гулять и там по ходу фоткаем. Но идея такая приходит не всегда, на самом деле. Если вы идете по каким-то своим делам, отвлекаться на фотографии не всегда получается. Поэтому смотрите для себя варианты. Я не могу вам предложить одной конкретной схемы, которая будет работать и у вас, и 100%. Потому что все мы люди разные. У всех своя жизнь, свои планы, свои желания по жизни. Поэтому я лишь могу накидывать варианты, да, откуда брать красивые фотографии. Но, ребят, вариант того, что нужно в определенный момент будет именно вложиться в хорошую технику, это тоже, ну, я к этому пришла. Да, потому что если, какой бы классный мне был фотограф, но если у вас Nokia Lumia или какой-нибудь, я не, ни в коем случае не оскорбить сейчас, я именно про технические характеристики определенных гаджетов, ребят. Если телефон не тянет, ну, не получится, ну, не получится. Вот. Рассматривайте варианты, может быть, фотоаппарат какой-то, или у кого-то попросить, нафоткать, да. Вот. Ничего в этом сложного на самом деле нет. Задача именно в том, чтобы найти решение, а не загоняться по поводу неудач и по поводу того, что ой, 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 у меня сейчас не получается, у меня сейчас нету там какого-нибудь хорошего, дорогого там телефона или фотоаппарата. Вот. Возможности, они всегда придут, было бы желание, я считаю. Вот. Поэтому, ну, моя мысль сейчас о том, что хороший гаджет, он, конечно же, необходим, он просто спасет, уберет очень сильный стресс, потому что, когда, ну, некачественно это все сделано, вы же это тоже сами видите, вы это понимаете, видите, там, я не знаю, инстаграмы других людей, и понимаете, что он более качественный. Вот. Поэтому рассматривайте варианты и ищите возможности, как можно это все исправить. В принципе, вот и все, ребят, что сегодня хотелось бы рассказать. Еще разом, нашли задания перед вами. Чат «Личный бренд» тоже есть, существует. Пожалуйста, кидайте туда свои отчеты, будем обсуждать, смотреть, корректировать и двигаться вперед. Если у вас больше нет никаких вопросов, то на сегодня обе темы, я считаю, раскрыты. На следующую неделю мы с вами запланировали именно разбор аккаунта с нуля для новичка. Будем прямо разбирать конкретные действия, которые нужно сделать человеку, который только пришел в наш бизнес и желает рекрутировать по холодному рынку в Инстаграме. Будем смотреть, что необходимо для него, какие действия простые, необходимо ему подсказать для того, чтобы быстренько его аккаунт раскрутить и уже выйти непосредственно на рекрутирование с людьми, с которыми он не знаком. Не вижу смысла больше отвлекать вас и тратить время, потому что мы уже обо всем проговорили. Поэтому, если нет вопросов, еще жду одну минутку. Если нет вопросов, тогда мы будем прощаться и двигаться вперед. На здоровье, ребят. Главное, чтобы использовалось, главное, чтобы это каким-то образом входило в вашу работу, в вашу жизнь. Все, ребятки, всем большое спасибо. Спасибо за внимание, всем удачи. Будут вопросы, у меня всегда рядом. И если я нужна, пожалуйста, спрашивайте, я отвечу. Скрин? Скрин чего? Контент-плана. Ну, Наташ, ты отскринила все экраны? У меня нет, честно говоря, у меня только есть презентация, если хотите, я могу ее скинуть. Кидай, конечно, если у тебя есть скрины, кидай, я думаю, что это будет удобно, да. Все, ребят, всем пока-пока, всем спасибо.